Добрый день, я Галина Баева, автор программы «Идеологии», и мы сегодня начинаем первое интервью. Добрый день, Александр Михайлович, очень рада, что на одну из первых программ «Идеологов» пришли вы именно к нам. Самбурский Александр Михайлович, министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области. 40 лет. Родился в Екатеринбурге. Карьеру госслужащего начал в 2012 году в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области. До этого работал в корпорации «Уралпромышленный» «Уралполярный». В Оренбургскую область Александр Самбурский приехал в 2019 году на пост исполняющего обязанности министра. Спустя три месяца официально возглавил региональные Минприроды. Хотел сказать, что в команде «Паслера» вы уже два с половиной года, как я понимаю, но вы не коренной оренбуржец, вы приехали к нам в Оренбург. Удалось ассимилироваться? Какие впечатления? Да, Галина, добрый день. Впечатления приятные. Я думаю, что ассимилироваться удалось. Появились какие-то места, которые мне нравятся. И для души места, и места, которые интересно посещать, разнообразные. Это и заповедник Оренбургский, где у нас лошадь Прежевальского. И в Оренбурге мне очень нравится набережная, особенно когда новую набережную построили. Стало приятно посещать, гулять. Те же Расташи. Но из муниципальных образований наиболее интересно, вот именно в эмоциональном плане, не знаю почему, это Саракташский район, Тюльганский район, Орск близок, потому что в Екатеринбурге есть такой промышленный район Уралмаш. И поэтому, когда попадаешь в Орск, что-то близкое по духу к дому немножко есть. Поэтому места появились. Я думаю, что постепенно ассимилироваться удалось. Так, ну вот как бы в плане, я так поняла, быта, того впечатления от Оренбурга с этим понятно. А вот все-таки на посту министра какие достижения для себя считаете важными за эти два с половиной года? Ну, у нас министерство большое. Его, наверное, правильно будет разделить на блоки. Безусловно, первоочередной блок и самый важный блок, который на сегодняшний день актуален. Это экология. В экологии, я считаю, что самые важные достижения – это экологическая система мониторинга, которую нам удалось запустить. Которая создала, скажем так, такой информационный шум. Сейчас каждый гражданин в открытом доступе в режиме онлайн на основании 43 точек понимает, что у нас происходит с воздухом на территории Оренбургской области. Во-вторых, удалось сдвинуть сознание собственников предприятия. Они стали действительно по-настоящему инвестировать денежные средства, стали проводить модернизацию производства. У нас объем выбросов за два года – это официальная статистика. Даже та статистика, которую публикует аудиторская компания «Финэкспертиза», есть у нас отчетность компании 2ТП, сократилась на 20 тысяч тонн. То есть объем выбросов сократился на 20 тысяч тонн, в том числе благодаря тому, что идут прямые инвестиции в наливные комплексы, идет строительство новых комплексов. Вот недавно был введен в Бузулукском районе рост и терминал новый комплекс нефтеналивной. Он прошел соответствующие экологические экспертизы. Идет сокращение объемов поставок и в Сорочинске, соответственно, и в Сокмарском районе. Поэтому я считаю, что такие в части экологии достижения есть. Потом мы провели детальную ревизию всех свалок, на сегодняшний день их более 800, и начали, и сдвинули с мертвой точки историю, связанную с ликвидацией этих свалок. У нас Нежинская свалка уже прошла проект, проект прошел государственную экспертизу, экологическую экспертизу, строительную экспертизу. И мы с июня месяца выставим в торги, я думаю, привлечем подрядчика, и за два года эта свалка будет ликвидирована, рекультивирована надлежащим образом. Более 20 свалок на сегодняшний день выделяются денежные средства для проектирования. Мы вошли в программу «Чистая страна», это тоже достижение. И планируется, что в этом году более миллиарда рублей будет выделено на рекультивацию свалок из федерального бюджета. Поэтому то, что касается экологии, такие ключевые реперные точки – это ТКО, сванки, внедрение раздельного сбора мусора. Это сдвиг сознания как граждан, так и собственников предприятий, и заставили их инвестировать денежные средства. И все-таки открыли экологию для людей. Все стали понимать, что происходит на самом деле в режиме реального времени. Что касается имущественного блока, это, конечно, самое, наверное, существенное достижение. На протяжении двух лет мы этим занимались. Это привлечение инвесторов для строительства нового аэропорта. Видно, что это такая большая существенная стройка, серьезный инвестор, и инвестиции, помимо того, что люди заплатили за акции, составят более 10 миллиардов рублей. Это лесная отрасль, где тоже потихоньку мы меняем сознание, отношение к лесу, реагирование на пожары. Мы обновили существенную технику. Особенно Бор, да, там я смотрю. Да, да, когда я пришел, у нас обеспеченность техники была 55%. И вот такие настойчивые влияния на федерацию, в том числе с помощью губернатора Оренбургской области, привели к тому, что у нас уже на сегодняшний день обеспеченность 93%. Более 212 миллионов рублей было выделено из федерального бюджета. Большая часть средств была выделена также из регионального бюджета. 73 единицы техники было приобретено, и поэтому существенное обновление. Плюс, когда я пришел, как бы это странно ни звучало, у нас лесники выглядели кто как, кто как попало, то есть сделали красивые формы, выделены большие средства на лесопатрульную технику. И мы результаты видим, то есть в течение суток, это важный такой показатель, мы стали тушить более 90% пожаров. Ранее этот показатель варьировался в районе 75-80%. Вот это такие достижения. Ну и четвертый блок – это земельный блок. Здесь у нас большая работа проведена в части расширения автомобильных дорог. Это М5, Р239. Действительно серьезная работа. И большие вложения опять же. Да, это большие вложения, но прежде чем обеспечить вложение с федерацией, надо подготовить землю. Это более 2000 семейных участков. Плюс мы пилотный регион, который революционит такую программу, как комплексные кадастровые работы. Это Росреестр выделяет денежные средства, чтобы поставить на учет объекты. И до конца года мы должны более 65 тысяч объектов либо поставить на учет, либо исправить кадастровые ошибки. А специалистов хватает? Хороший вопрос. У нас, особенно в земельном блоке, у нас получилось так, что мы забрали некие, скажем так, функционалы у муниципальных образований по предоставлению неразграниченной земли сельскохозяйственной. Забрали некие рекламные функционалы, количество специалистов осталось прежним. Но перераспределяем в рамках того, что есть. У нас министерство не маленькое, 188 человек, плюс еще дополнительные учреждения. Специалистов всегда не хватает, но профессионализм тех, кто есть, позволяет решать задачи. А вот в плане подрядчиков, те же выполнения кадастровых работ, дорожных, насколько подрядчики сегодня качественно выделяются? Потому что Оренбург не Екатеринбург, город поменьше, интересов поменьше у людей. Как с ними? Не готов комментировать дорожные работы, наше министерство за них не отвечает. Те подрядчики, которых привлекаем мы, свои обязательства исполняют. Ну, там могу, например, водохранилищ, Донгусское водохранилище, мы два года ввели ремонт. То есть те, кто взял на себя определенные обязательства, работу довели до конца. И вот в прошлом году мы ввели в эксплуатацию. Подрядчики, связанные с площадками ТКО, тоже свои обязательства выполняют. Может, не всегда в те сроки, которые намечены, все равно жизнь вносит свои коррективы. Но так или иначе работу итоговую мы получаем. Но это то, что касается нашего министерства. Если касаться темы экологии, наверное, сейчас мы к ней сдвинемся, достаточно много писали и о стационарных щетчиках этих, о том, как люди там реагируют, те ли там детали в них стояли, не те. Мне что нравится, вы достаточно открыто отвечаете на вопросы, в том числе и на сложные, когда там были замены деталей. И вроде бы неправильно все это показывали, экологические замеры, но, тем не менее, к какому-то результату пришли, их начали менять активно. И, соответственно, уже какая-то статистика у нас изменилась. Но, тем не менее, в экологическом рейтинге мы не самые лучшие в Оренбургской области. Это можно менять поступательно? К этому как прийти? Я так понимаю, за год же к этому не придешь. Какая-то выстроена стратегия? Что касается счетчиков, чтобы закрыть эту тему, во всех постах, которые принадлежат Оренбургской области, 13 постов, мы везде заменили оборудование. Это были серьезные вложения, 53 миллиона рублей. Действительно, там были, скажем так, махинации некими счетчиками, сделанные персоналом одного из учреждений. Там возбуждены уголовные дела соответствующие. То есть, за счетчики на сегодняшний день можно быть спокойным. Ну, скажем так, не за счетчики, а за то оборудование, которое на местах есть. Даже недоброжелатели до сих пор продолжают писать в организации федеральные Росстандарты, что у нас там установлено, что-то чему-то не соответствует. Приезжала там 4 месяца назад проверка, абсолютно неожиданно для нас. Проверила, наверное, более 50% тех постов, которые у нас находятся. Тоже никаких там претензий, вопросов это не вызывает. Что касается рейтингов в экологии. У нас есть зеленый патруль, это такой рейтинг, который люди, которые получают грант из администрации президента и в ежеквартальном режиме рейтингуют все субъекты федерации. Абсолютно независимые, влиять на них невозможно. Они собирают объективную информацию, причем в основном ориентируются в том числе и на СМИ. И вот мы в этом рейтинге за последние два года сдвинулись с 82-го на 68-е место. То есть поэтапное, поэтапное движение есть. Безусловно, есть цели, есть задачи. Когда мы пришли, самая ключевая задача была заставить граждане страдать действительно на местах, действительно от запахов, когда идет перевозка нефти, заставить модернизировать нефтеналивные комплексы, которые находятся на местах. Нам удалось это сделать в Переволодске, нам удалось добиться того, чтобы триумф построил и почти завершает строительство нового комплекса тоже в Бузулупском районе, в отдалении порядка двух километров от ближайших населенных пунктов. Нам удалось добиться, чтобы новый нефтетерминал построил, Роста-терминал. То есть нам удалось нефтяной мир в Бузулупе, который находится, конечно, безобразие, 27 метров с одной стороны до ближайшего жилого дома. С другой стороны, вот они тоже инвестировали денежные средства, крупные предприятия инвестируют средства. Уральская сталь разработала экологическую программу. Медногорск, ну понятно, он входит в федеральную программу. Вложим там за последние годы более 800 миллионов рублей в модернизацию производства. Новый поток очень бережно относится, я понимаю, все. Мы уже пришли, это было наследие, они работали в Бузулупском Баруну. Консервация скважин, там более 60 скважин было законсервировано. Это очень внимательно относится именно к восстановлению, к лесовосстановлению. То есть такие подходы довольно взвешенные, профессиональные. И мы видим, что это с мертвой точки мы сдвинулись. Если брать те задачи, которые сейчас стоят, это мусор. В первую очередь мусор. Ключевая задача на сегодняшний день – это все-таки по максимуму вложить и построить площадки для мусора, чтобы они соответствовали всем нормам, скажем так, и стандартам, которые есть. То есть, наверное, на бумаге формально, а не нормам и стандартам, соответственно, когда ты подходишь и видишь ржавые бачки, это уже, наверное, настроение падает. И просто они не справляются с теми объемами, которые есть на сегодняшний день. Вот это у нас такие стихийные сванки по городу и происходят. И второе – это все-таки строительство крупного мусороперерабатывающего мусоросортировочного завода, который позволит и сортировать больший объем мусора, и утилизировать больший объем мусора, и добиться не только выполнения тех показателей, которые перед нами ставит Федерация, но и решения проблемы с мусоропереработкой как таковой в регионе. По теме мусоросжигательного завода, мусороперерабатывающих заводов, несколько разных проектов предлагал за последние годы. И в районе Восточного Оренбурга построить, и, соответственно, здесь в Оренбурге с какими-то технологиями, взятыми на вооружение у корейцев, чтобы они не были там никаких выхлопов, никуда в атмосферу не попадало, и разные фракции. Какой проект сейчас обсуждается и о чем? У нас есть три точки – Запад, Восток и Центр. Всего, чтобы было понятно, у нас на территории собирается на сегодняшний день от 500 до 600 тысяч тонн мусора в год, который требует переработки, порядка, наверное, 300 тысяч, а также 350 – это центральная зона. Мы, наверное, на протяжении двух лет вели переговоры с разными инвесторами, и с ППК РЭО, и в том числе с руководством ООО «Природа», и с владельцами ООО «Природа». На сегодняшний день очень близки уже к какому-то консенсусу. Я думаю, что в ближайшее время все договорятся, и начнется движение уже в сторону проектирования, определения того, что будет. Это все-таки строительство крупного мусороперерабатывающего комплекса сначала в центральной зоне, затем будет восточная зона, а затем западная зона. Что касается состава оборудования, тут спектр, к сожалению, не так широк. По всей России это два варианта. Это либо компостирование, либо РДФ-топливо для выделения тепла. Но у нас, к сожалению, если брать там центральную зону, то это РДФ-топливо можно использовать только на цементных заводах, а они у нас находятся на востоке. Поэтому я думаю, что это компостирование. Причем, к сожалению, к большому сожалению, если там изначально рассматривались варианты, что компост можно использовать либо для дорог, либо для удобрений, то на сегодняшний день мы понимаем, что его можно только использовать для пересыпки того мусора, который будет поступать на мусорный полигон. Но крупная сортировка, последующая утилизация, внедрение раздельного сбора мусора позволит добиться того, что мы будем большинство фракций все-таки оттуда забирать. Скажем так, не мы, а тот, кто будет оператором этого комплекса. Реализовать, отправлять на вторичную переработку. Поэтому, я думаю, вопрос должен наладиться, в том числе наладиться с точки зрения заполняемости полигонов. Я слышала, что еще появятся точки досортировки в определенных районах, например, Лилецк, либо какие-то такие вот, то есть они как площадки будут какие-то оформленные, где не завозики, так скажем, а вот какие-то сортировочные комплексы. Ну, это такие, скажем так, перевалки, перевалки мусора. Сейчас природа над этим работает. В разных муниципальных образованиях Сарактаж пытались в Шарлыке, но не удалось там выпупить земельный участок, Солилецк ставить такие перевалочные пункты, организовывать. Наверное, это правильно. У нас область довольно протяженная. Это тоже позволит в более оперативном режиме решать вопрос сглаза мусора на местах. Вы тот министр, который активно, как и, в принципе, многие в команде паслера, повлекает федеральные деньги. Вот, наверное, это и отличает команду. Вот, другие вопросы спрашивают, конечно, у вас, с вас за них, за то, как вы их реализуете. А у нас регион такой экспериментальный в плане раздельного мусора, да, и появление вот этих вот цветных баков, которые у нас и в Оренбурге, и по области. Как вы оцениваете реализацию этой программы на сегодняшний день? И как быть с тем, что большинство баков не находятся на своих площадках, а все-таки пока у нас как-то рандомно по городу разбросаны? Ну, позитивно я оцениваю то, что мы все-таки вошли в эту программу. Позитивно, что закупили 3,5 тысячи баков в прошлом году на 45 миллионов рублей. Да, выделенных из Федерации, потому что те же денежные средства из Федерации, это те же инвестиции в регион. Мы подали заявку в этом году, хотим на 55 миллионов, более 5 тысяч баков также закупить. С этой точки зрения позитивно. Мы сдвинули этот с мертвой точки вопрос обсуждения этой темы, это стало обсуждаться в соцсетях. Пусть иногда и с негативной точки зрения, но стало обсуждаться, люди стали привыкать. И даже лично ко мне мои сотрудники иногда приходят, я их не спрашиваю, выбрасываете вы раздельно или нет. Они говорят, вот вы знаете, нам поставили, мы сначала не хотели, сначала все против, все же сначала против, зачем мы должны разделять. Мы же и так платим за этот мусор, допустим, они разделяют мусорсортировку, но постепенно у людей приходит это осознание. Нам надо, конечно, усилить вопрос информирования граждан. Как просвещение? Да, просвещение экологического и работать надо. Мы ходим по школам, ведем соответствующие уроки, но этого мало, надо увеличивать эти объемы информирования, мы это понимаем. Это первая составляющая. То, что они стоят не всегда на оборудованных площадках, это вот как раз то, о чем я уже говорил. Нам необходимо оборудовать площадки надлежащим образом. Большинство площадок не соответствуются нормам современным, которые есть в обществе. Это уже когда стоят высокоэтажные дома, а площадка на 4,075 бака металлических, и нет места, чтобы расставить контейнеры для раздельного сбора мусора. Но это, конечно, не дело, когда там они стоят в земле, когда там они стоят на скатах, но это нехорошо. Но и сознание граждан тоже необходимо менять. В одних местах, я просто сам специально хожу, наблюдаю, в одних местах там четко соблюдается, не знаю, от чего это зависит, если честно. А в других местах, иногда на привательские, ну да, поставили для раздельного сбора, вот тут стоят пустые контейнеры для нормального сбора, но сюда все равно кидают весь мусор, который только есть, и не разделяют его, скажем так. Поэтому, я думаю, это постепенное движение, это несколько надо лет, чтобы сначала привести в соответствие площадки, составить площадки для крупногабаритного мусора, места, поставить лодочки, окончательно их сформировать надлежащим образом. В этом году из бюджета мы выделили 80 миллионов рублей. Ну, 75 миллионов рублей, они пойдут на город Оренбург, провели отбор, город Оренбург выиграл, будет построено больше 150 площадок, и новое руководство Оренбурга еще добавляет своих, по-моему, порядка 40 миллионов. Вот сейчас там разыгрывается тендер, и до конца летнего периода порядка 200 площадок будут приведены в порядок. Это уже большой сдвиг, потому что всего в Оренбурге 1000, уже мы 250 в порядок привели, сейчас еще 200, уже половина будет в надлежащем качестве уровня. Я думаю, что вы бываете в разных городах? В каких городах понравилась реализация таких моментов, как, например, организация мусорных площадок? Я вот, например, в разных городах специально смотрю, там Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Казань. Это обширно, я думал, вы по Оренбургу. Мне по Оренбургу понравилось, если брать Оренбург, хорошо организовано в Ясном, хорошо организовано в Выссоне. Оренбургская область, да? Да, Оренбургская область, Ясный, Сорочинск, как ни странно, мне понравилось, и Лек, Бузулуг. Бузулуг выделяется, движется Оренбург, но Оренбург по объему. Если брать в целом, сложный вопрос. Не знаю, ну, наверное, наверное, все-таки Москва. Москва мне нравится, да, как там все это организовано все-таки, и как они даже закрывают. Вот, да, кстати, вот эта вот история, я думаю, можно ее реализовать в Оренбург, когда жителям есть ключ от того, чтобы заходить и свой мусор вырасывать. Это реализовано и в Калининграде, я видела, и в Москве, и в Петербурге. Вот, и сбор бутылок тоже интересный. В Стамбуле, например, такие вот врытые в землю, да, и в виде горлышка бутылки торчащего. Абсолютно людям понятно, что это такое. Относительно экопросвещения, все-таки какое направление? Вы через школьников, студентов стараетесь действовать, или вот как бы с взрослым населением тоже как-то работает вечер. Это по раздельному. С взрослым населением, наверное, это все-таки реклама в большей степени. Нам необходимо запустить, и мы над этим работаем, какие-то ролики на понимание, в том числе в интернете, как это на что работает. Ну и, конечно, надо начинать с детского возраста. А школьники более восприимчивы, они больше хотят, и студенты более восприимчивы. Они там заводят группы, как они раздельно собирают мусор. Я даже знаю, что вот даже в семьях там школьники, студенты ведут раздельные сборы родителей, и они только тянут за собой родителей. Поэтому, ну, постепенно, они более восприимчивы, они понимают, зачем это надо, они хотят беречь, как бы это громко ни звучало, но ту природу, которая есть вокруг нас. Потому что это действительно позволяет и вторичная переработка. Все равно вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть кажется, что ничего особенного, какой-то определенный вклад каждый человек может внести в улучшение. Ну, если к мусорной теме еще, я думаю, что, в принципе, все можно свести вообще на нет. Любые решения, которые мы предложим, люди будут реализовывать, если мы не возьмем себя за юридических лиц. Конечно, ситуация в Оренбургской области, мне кажется, патовая в этом случае, потому что у нас сколько? 10% договоров. Договорами охвачено, по-моему, юридических лиц или около 12%. То есть, по сути, например, с более чем 55 тысяч предпринимателей Оренбургской области 8 тысяч заключили договора. То есть все остальные подкладывают свой мусор активно, в том числе на придомовые площадки. К тому же Оренбург, вот он такой опоясан садоводческими сообществами, которые многие тоже не заключают договора. Как вообще с ними быть и как можно навести порядок с юридическим лицами? Штрафовать, наказывать, неотвратимость к наказанию, что с ним можно делать? Штрафовать. Там большие штрафы. Наше министерство с юридической точки зрения имеет право эти штрафы применять. Там они доходят до 50-100 тысяч на юридическое лицо. В прошлом году мы выписали штраф на 800 тысяч, в этом году на 600 тысяч. К большому сожалению, у нас так построено законодательство для того, чтобы штрафовать. Мы совместно с природой работаем вместе. И вот они нам там приносят, поступают нам заявки на 100 юридических лиц, чтобы применить штрафы. Там такой набор документации необходимо подложить под административный регламент, который просто на выходе получается 12-15 предприятий, и те не хотят добровольно платить. Они идут через суды. Один суд, второй суд. У нас там 70% требований у приставов на сегодняшний день находятся. То есть это такая тяжелая история. И действительно, без зазрения совести юридические лица выбрасывают на площадки, которые предназначены на придомовых территориях. Для физических лиц выбрасывают мусор и просто не стесняются. Но это опять же говорит о сознании граждан, потому что кто такие юридические лица? За ними стоят собственники, это соседи. И наплевать, да что мы тут выбросим. Не пускают нас, допустим, на полигон. Или мы считаем, что дорого платить за полигон. Да давай мы в лесопосадку выбросим, и будет все нормально. Вроде как бесплатный мусор вывезли. И о последствиях-то дальше никто не задумывается. То, что потом десятки миллионов рублей приходится тратить на рекультивацию свалок, на проектирование, вообще на очистку. И просто противно даже проезжать территорию. Я вам простой пример приведу. Аэропорт, выезд из аэропорта. Мы чистили трассу и туда, и обратно. Наши лесничества работали. Там лесники вычищали трассу от сухостоя и так далее. В том числе вывозили оттуда мусор. Вывезли мусор, проехали в вообще чистейшее место. А буквально там полтора месяца назад, месяц спустя после расчистки, все завалено мусором. То есть, таксисты ждут, выбрасывают, не стесняются, хотя в баке в аэропорту есть. Но всем лень подойти, пройти. Да ладно, природа стерпит. Пусть лежит. И внешний вид ужасный. И с точки зрения экологии это ужасно. Поэтому надо как-то менять сознание. Пока сознание людей не поменяется, пока они не поймут, что это не коллективная некая ответственность рассмыта, а все-таки индивидуальная твоя ответственность. И ты здесь живешь, и тебе противно выбрасывать вот таким образом. И сэкономив эти 100 рублей, ты на кого-то просто перекладываешь траты значительно больше. У нас ничего не поменяется. С одной стороны, есть у людей такое убеждение, я там заплатил, да, там, кто налоги считает заплатить, кто там по тарифу мусор заплатил. И, соответственно, дальше хоть трава не растила, пожалуйста, там, уберите. И я еще кричу на вас на всех, жалобу напишу, да. Есть другая проблема, что действительно люди не сознают, что это же не просто ты там никто-то не убрал, потому что ты денег заплатил, а то, что нарушается экология, а ты здесь живешь, и дети твои живут, да. То есть, как бы, это же не Людовик, там, какой, 14-й, после меня, там, хоть потом, да. Хоть потом, да. То есть, ну, вот если мы уже коснулись темы аэропорта, она сейчас на слуху, реконструкция начинается, люди пока так привыкают к мысли, что мы теперь не летаем из Оренбурга, но, тем не менее, реконструкция назрела, достаточно был обсуждаемый вопрос с аэропортом, как заходил инвестор и так далее. То есть, вы от этой, эту сделку как оцениваете, насколько она позитивна для Оренбурга, и насколько вы сейчас уверены в том инвесторе, который сейчас занимается реконструкцией, и что за план работы? Я оцениваю довольно позитивно, потому что, во-первых, мы получили, опять же скажу, надежного инвестора, который имеет большой опыт строительства, реконструкции аэропортов, управления аэропортовой деятельностью, это важно. То есть, я знаю, что это не новичок, это один из трех игроков, мощных, которые на российском рынке на сегодняшний день присутствуют. Они понимают, что делать, они понимают, как делать, и мы это видим из тех обязательств, которые они на себя взяли и на сегодняшний день исполняют. То есть, были выплачены в полном объеме денежные средства за акции, 3,2 миллиарда рублей, более 1,4 миллиарда рублей были погашены ими перед лизинговой компанией федеральной за самолеты, которые деньги были в 2014 году еще аэропортом взяты, которые, ну, скажем так, тянули на дно эти выплаты ежемесячно, эти суды, просрочки и так далее, и тому подобное. И мы видим, что все те контрольные точки, которые необходимо соблюдаются, иногда даже с опережением, то есть, например, приведу пример, архитектурное решение, они должны были представить в октябре текущего года, уже сейчас, сегодня вот губернатор и градсовет рассматривали эти архитектурные решения. Да, там Денис Владимирович принял решение, что две недели дан архитекторам на какую-то, скажем так, не доработку, а раскрытие более подробной информации, но, в принципе, мы видим, что они движутся. Следующая контрольная у них точка, тоже, чтобы было понимание, это апрель следующего года, когда должен быть уже готов проект, и проект этот должен пройти экспертизу. И вот после него уже начнется стройка, которая должна быть завершена в конце 25-го года. Результатом станет, помимо инвестиций в общую сумму, которая там превысит 10-12 миллиардов рублей, результатом станет некая точка притяжения, лицо Оренбургской области, потому что, если честно, даже когда я приехал и получал багаж на улице вот в этом металлическом корпусе, я ужаснулся, естественно, там и от отношений тех же служащих аэропортовых служб, и от того вообще, как это, и что это, и что у нас, в принципе, уже 21 век, а у нас вот так все организовано. Поэтому я думаю, что система, которую наладит новый собственник, приведет к тому, что Оренбург станет точкой притяжения. И если все будет хорошо, но тут же нельзя тоже абстрагироваться от внешних обстоятельств, от экономической ситуации. То есть, все будет хорошо, они должны достичь годового оборота в миллион, в полтора пассажиропотока, я думаю, вполне реально, плюс еще грузоперевозки, поэтому она устанет хабаном. Ну, какие-то гарантийные обязательства от них получили в том плане, что, ну, мало ли как экономическая ситуация, они оставят эту стройку на середине и пойдут, например. Такое невозможно? А у нас в договоре прописано, что если даже, ну, не дай бог они оставляют стройку на середине, у нас колоссальные штрафы, многомиллионные, действительно многомиллионы, причем за каждый день просрочки. И помимо этого, если мы видим, что в течение определенного времени обязательства не исполняются, мы имеем право акции забрать обратно и полученные денежные средства уже не возвращать. То есть, там у нас сколько-то 3, как я сказал, с лишним миллиарда рублей, 393, поэтому вот такие у нас обязательства. Вот разные рэперные точки обозначили по проекту, а все-таки для людей, для успокоения хоть какая-то трасса, взлетная полоса начнет работать примерно когда? Вот в этом году? Или мы, соответственно, до следующего года попрощались с аэропортом? Почему? У нас трасса – это федеральный проект, на который выделено сейчас более 2 миллиардов рублей, строит федерация. Аэропорт закрыли до конца августа, на сегодняшний день, поэтому я думаю, что там все в жесточайших сроках, в жесточайшем тайме. Ну, то есть, там параллельно работы спокойно идут, на разных этапах проектов, и поэтому совсем без аэропорта мы не останемся. Нет, конечно нет. Обсуждается в том числе доставка пассажиров до разных мест, в Орске, я так понимаю, вот сейчас вот это автобусное движение, оно каким образом реализовано, за счет областного бюджета, или как такая авиакомпания заинтересована в том, чтобы возить? Нет, это выделяет областной бюджет, у нас этим занимается Минстрой, то есть, субсидируются денежные средства из областного бюджета за довоз граждан до Орского. Ну, то есть, такую социальную нагрузку выделили, да? Ну, да, конечно. В том плане, чтобы покомфортнее было. Еще к теме регионального имущества, не могу не спросить по продажу коммун-электросети, на какой стадии сейчас эта сделка, и зачем она нужна провести в Оренбургской области, и так, так сказать, услышите с первых уст. У нас нет продажи в УПАКС, коммун-электросети, вопроса о продаже вообще не стоит, у нас стоит вопрос о преобразовании из унитарного предприятия в акционерное общество. По итогам преобразования, у нас получается, что 100% акций останутся у государства, собственником будет Оренбургская область. Принципиально не для жителей Оренбургской области, не для работников коммун-электросети ничего не поменяется. То есть, они как работали, во-первых, надо понимать, что деятельность коммун-электросети тарифицируемая. Тариф им устанавливает департамент по ценам Оренбургской области. И это охватывает практически по региону, да, у нас они же реализованы? Да, будь это ГУП, будь это акционерное общество, будь это, если там перешло бы оно в частные руки, все равно так или иначе тарифы устанавливаются департаментом по ценам и деятельность их тарифицирована. На экономике предприятия такое преобразование сказаться не может. Мы просто выполняем указ президента, мы до 2025 года должны избавиться от такого рудимента, как унитарные предприятия. Чтобы было понятно, мы даже сейчас не имеем права вносить никакие изменения в устав деятельности унитарных предприятий, не только этого, но и других. Тем самым у нас федерация подтанкивает, что мы избавились от унитарных предприятий, у нас зафункционировали акционерные общества. Все, ни о продаже, ни о каких-то там еще вещах на сегодняшний день речи не идет. Там все-таки несколько десятисот тысяч, скажем, сотрудников работает, там более порядка десяти тысяч объектов недвижимости. И о движемом имуществе я вообще не говорю, это крупное предприятие, которое прибыльно, которое инвестирует, у которого объем инвестиций зашкаливает за 250 миллионов рублей. Поэтому пока ничего и никто продавать не собирается. Как бы о банкротстве тоже речи не идет, у них там все нормально. Даже близко. Даже близко. Они финансово устойчивые предприятия. То есть идет простая рутинная работа по преобразованию из форм унитарного предприятия в акционерном обществе со стопроцентным капиталом у нас. Но, как мы видим, мы на сегодняшний день находимся в судах с областной прокуратурой. И спариваются и решения, и законы, и там на разных уровнях разные судебные решения, пока мы в судах. Ну, вот тогда еще к такой теме по поводу, вот мы с вами затронули относительно мусора, как к людям относиться, как можно менять мышление. Но вот все-таки в Европу, на мой взгляд, к этому шла лет 30, наверное. Конечно. Мы какими-то скачками пытаемся быстро реализовать реформу, спросить со всех, почему, где я тут в этой схеме, где человек, где чиновник, где кто-то еще. Вот на ваш взгляд, есть какие-то примеры такие, не знаю, может, сообщества какие-то у нас в Оренбурге, в Оренбургской области, или ребята, может быть, какие-то, кто начал двигать это вот, и мышление меняется у них, и они за собой кого-то и ведут? Я, когда сюда пришел, мы сформировали экологический совет. Я хотел и хочу до сих пор слышать граждан, и абсолютно открытый экологический совет, то есть и дорога до сих пор к нему не закрыта. У нас все муниципальные образования там присутствуют, ежеквартальные, я лично его веду, мы обсуждаем те или иные вопросы, и очень хочется обратной отдачи от людей, чтобы понимать те проблемы, которые есть на местах, чтобы что-то улучшить, чтобы что-то исправить. Они все знают, что там я достаточно открытый, когда там не было пандемии, приезжали, звонили из муниципальных образований мне. Но все равно, к сожалению, к сожалению, запала хватило там на 2-3 совета, буквально на 3 квартала, и все. И сейчас там, к моему сожалению, нет конструктива, нет конструктивных предложений, за исключением того, что критикуют, показывают болевые точки, или совет превращается в отчет чиновников. А критикую предлагать, да, нужно? Ну, конечно, но хотелось бы, чтобы вырабатывалось понимание не только тех проблем, которые есть, а как их решить, и какая твоя роль в решении тех или иных проблем, в чем ты можешь оказать помощь. Потому что, ну, критиковать легко, это такой легкий путь, но иногда указать болевую точку тоже правильно, но когда только болевые точки, а где же позитив, где же свет, то есть все равно хочется двигаться в эту сторону. Так и с движением. Вот даже мы отслеживаем сети, я сам отслеживаю сети, вот эти движения по раздельному сбору мусора студентов, они какие-то ограниченные, они как боятся, что ли, заявить об этом. Вот их там соберется, там 50-70 человек, они вокруг того варятся, что-то обсуждают, а на какой-то больший уровень почему-то выйти, к сожалению, боятся. Может, экологический форум какой-нибудь проведем большой со студентами. Я не знаю почему, но надо пробовать. А, кстати, глобал, глобал, вот Евразия глобал, ближайшее событие, и в том числе говорят, что по мусору и по раздельному сбору там целый блок и площадка отведена с молодежи, да, будем начинать, так скажем. Ну да, в детстве говорили, что критикую, предлагаю, предлагаю, делаю, поэтому надеемся, что как раз и ребята, и молодежь, наверное, подключится, и в том числе не только предлагать и критиковать, но, наверное, и делать совместно. Ну, я думаю, что как раз на этой ноте мы с вами и завершим, Александр Михайлович, вот как раз о том, что мы, наверное, все вместе несем ответственность за то экологическое состояние, которое есть, да, вы и на своем уровне, граждане на своем, а объединив усилия, должно быть все более позитивно. Я думаю, поэтапно мы все равно к этому придем, у нас нет другого пути, но мы даже видим, что реформа, которая по мусору начиналась три года назад и сейчас, уже не будет, уже есть улучшения, если мы дойдем до строительства завода и внедрение площадок уже будет здорово. А если еще эти площадки построятся в Оренбурге, как минимум, я так понимаю, процентов на 50 закроется вопрос. Вообще будет классно. Спасибо, благодарю. Спасибо вам. Сегодня с нами был Александр Самбурский. Программа «Диалоги» с вами прощается. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова